Всем привет, с вами Миша и вы на канале CryptoDealers. Список самых богатых американцев пополнился двумя миллиардерами. Ими стали бывшие и нынешние руководители компании Ripple. Марк Цукерберг рассматривает возможность интеграции криптовалют в Facebook. В декабре ICO привлекли более 1 миллиарда за один месяц. Греческие университеты задействуют блокчейн Cardano при выпуске дипломов. Поехали, пройдемся по монетам. Помните, где-то в середине лета мы цитировали одного нашего друга, который удивлялся росту крипторынка на один ярд в сутки. Так вот, за последние три дня капитализация крипторынка увеличилась на 100 миллиардов баксов. Все ведущие криптовалюты за последние семь дней продемонстрировали необычайный рост. При этом в первые дни 2018 года на рынке произошли некоторые метаморфозы. Ripple сместила Ethereum со второй позиции рейтинга. Укрепила свои позиции относительно молодая криптовалюта Cardano. В топ-10 ворвались криптовалюты Stellar и Tron и при этом покинули первую десятку Dash и Monero. Также стоит отметить необычайно низкий индекс доминирования биткоина 36,2%, невзирая на уверенный рост цены первой криптовалюты. Итак, биток, а точнее его курс. В прошлую пятницу он перевалил за отметку в 17к. Похоже, монета начала восстанавливаться после новогодней коррекции. Главное не спугнуть. Как и предполагалось, цена нащупала поддержку в районе 11-12 тысяч долларов и, отрисовав фигуру двойное дно, плавно ушла вверх. Предновогодняя коррекция дала о себе знать. На низах в районе 12 тысяч вышло много нервных пассажиров. Некоторые же попросту захотели спокойно отменить праздники и вышли на некоторое время в фиат. Это позволило многим инвесторам перекупиться на 30% ниже. Сейчас трейдеры возвращаются к работе, видят выросший курс и начинают за свои USD и USDT скупать главную монету, способствуя дальнейшему росту курса. В целом ситуация на рынке оценивается как положительная. В скором времени биткоин протестирует исторические минимумы и, с большой вероятностью, мы увидим проторговку выше 20 тысяч долларов. Кто там у нас следующий? Конечно же, эфир. Коррекция и перекупленность некоторых монет заставила понервничать рядовых инвесторов. В канун Нового года Виталик смотрел на все происходящее и был, скажем так, в замешательстве. Он даже написал в своем твиттере, что если крипторынок срочно не повзрослеет, то Виталик уходит из игры. Но потом одумался, взял волю в кулак, открыл второе дыхание и начал действовать. Курс Ethereum впервые преодолел уровень 1000 долларов в четверг 4 января. Таким образом, дополнив целую череду рекордов, зафиксированных на рынке криптовалют за последнее время. Вместе с этим капитализация Ethereum превысила 100 миллиардов долларов, а объемы торгов за последние сутки составили более 6,5 миллиардов. Как и многие альткоины, Ethereum продолжает свой подъем, начавшийся в декабре. За прошлый месяц его курс вырос на 76%, а год он закончил на отметке 752 доллара. Несмотря на то, что в это время биткоин уже находился в коррекции. Еще меня удивил Доги Коин. Монета, которая была главным героем для шуток, пробила отметку в 1 миллиард по капитализации. Как вы думаете, не связано ли это с Новым Годом собаки? Созданная ради шутки в 2014 году и почти забытая в начале 2018 года монета-пародия, названная в честь интернет-мема, буквально сорвалась с цепи. За последний месяц стоимость Додж Коин выросла более чем на 400%, установив накануне новый рекорд цены чуть больше 1 цента. Рост цены спровоцировал увеличение капитализации, подняв объем Додж Коин выше 1 миллиарда долларов, а суточные торги монеты превысили 100 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Коин Маркет Кэп. Ну и, конечно же, темная лошадка Риппо. Эксперты рекомендуют не вестись на хайп и называют ее не маленькой пони, а целым троянским конем. Основная мысль, которую они хотят донести, это то, что на Риппле вы особо денег не поднимете, но инвестируя в него вы приглашаете в игру банки, из-за протеста которым крипта и была создана. Список самых богатых американцев пополнился двумя миллиардерами. Ими стали бывший и нынешний руководитель компании Риппл из Сан-Франциско, сообщает Forbes. XRP токены, по данным Коин Маркет Кэп, сейчас имеют рыночную капитализацию в размере 105 миллиардов долларов. Один токен торгуется на отметке 2,73. Накануне нового года Риппл обошла эфириум и стала второй криптовалютой по рыночной капитализации после биткоина. 1 января 2017 года один XRP токен стоил 0,006 доллара, а 31 декабря вырос до 2,30. Прибыль составила 38 тысяч процентов. Стоит отметить, что XRP токены менее децентрализованные по сравнению с другими криптовалютами. Из предусмотренных сетью Риппл 100 миллиардов, XRP сейчас в обороте только 38,7. А остальными 61,3 миллиардами XRP владеет сама компанией. Ну и как вам эта история? Оставляйте свои комментарии под этим видео, а лучше переходите в наш телеграм-чат и давайте наконец-то общаться. Ссылка на него там же. Очень крутые результаты показал NEM. Его курс успел сходить за 2 доллара. Монеты Tron и Stellar ворвались в топ-10 за сутки. С 3 на 4 января Tron показал рост в 150%, а Stellar взлетел на 40%. Кроме того, если смотреть чуть-чуть глубже, чем топ-10, то вот какие монеты навели шум в канун нового года. На 25 декабря Altcoin BitCrystals показал рост в 181%. В тот же день монета SiaCoin зафиксировала результат в 40% роста. Криптовалюта Adex на 27 декабря дала профит в 61%. Криптовалюта BlackCoin дала возможность забрать профит в 87%. Монета Yubik выросла в цене на 62% за одни сутки 29 декабря. Сигналы на покупку и продажу этих монет предварительно были озвучены на телеграм-канале Азиатские Киты. Ссылка на него находится под этим видео. Что у нас еще такого интересненького произошло? А вот, пожалуйста, посмотрите, какая прелесть. В Европейском Центральном Банке поступило замечательное предложение – обложить налогом транзакции битка. Биткоин необходимо регулировать и даже облагать налогом. Такого мнения придерживается член Совета правления Европейского Центрального Банка и глава Центробанка Австрии Эвольд Навотне. В разговоре с немецким изданием Schweddeutsche Zetang Навотне отметил, что любое лицо, осуществляющее финансовые транзакции, должно проходить полную идентификацию, а также уплачивать налог на добавленную стоимость. Согласно информации Daily Mail, банкир также выразил озабоченность возможностью использования криптовалют для отмывания денег. После того, как мы решили прекратить печатать банкноты номиналом 500 евро в целях борьбы с отмыванием денег, ввели строгие правила для любого, даже самого крошечного сберегательного общества, мы не можем просто сидеть и наблюдать за тем, как люди по всему миру беззаботно отмывают деньги с помощью биткоина, сказал он. Тем не менее, рынок растет не по дням, а по часам. Триллион, который в начале 2017 года был навангован к концу 2018, появился на горизонте чуточку раньше. На одной только бирже Binance объемы торгов превысили 5,5 миллиардов баксов. В среду биржа криптовалют Binance снова вышла в первое место по 24-часовому объему торгов. Состоянием на среду 3 января трейдеры, пользующиеся этой торговой площадкой, заключили сделки на сумму, превышающую 5,5 миллиардов. Около 17% торгов на Binance приходится на пару Tronix к биткоину. TRX, стремительно набирающая популярность, азиатская криптовалюта, использующаяся в мультимедийной системе развлечения на блокчейне. За ней идут более традиционные пары – Ethereum Bitcoin, XRP BTC и BTC USDT. На Binance начался такой аншлаг, что чуваки временно приостановили регистрацию новых пользователей. Об этом они написали в своем твиттере. В связи с ошеломительным ростом популярности, Binance вынуждена временно приостановить регистрацию новых пользователей, чтобы обновить свою инфраструктуру, пишет Binance. Вероятно, биржа, движок которой способен обрабатывать до полтора миллиона ордеров в секунду, оказалась просто не готова к столь стремительному росту числа пользователей. Так, что у нас еще новенького? А, вот, пожалуйста, давно мы с вами не поднимали тему ICO. Как мы уже не раз говорили, что 2018 год для первичного предложения монет может оказаться не таким уж и медовым, как 2017. Так вот, чтобы закрепить результат прошедшего года, в декабре общая сумма собранных средств в рамках ICO перевалила за 1 миллиард долларов. Пока биткоин и прочие криптовалюты привлекали внимание СМИ и трейдеров в декабре, в области ICO без лишнего шума был установлен новый рекорд. За прошедший месяц стартапы привлекли более 1 миллиарда долларов. И хотя определение мелких компаний мало подходит к сфере, где стартапы привлекают миллионы долларов, не имея при этом даже полноценной команды, не говоря уже о рабочем продукте, очевидно, что доля особо крупных ICO снижается со временем. Последним проектом, собравшим более 200 миллионов, оказался Filecoin, завершивший свое ICO в сентябре. Перед этим о похожих результатах отчитался Тезос, впоследствии нарушивший данные инвесторам обещания, что и могло послужить причиной снижения сборов в ходе отдельно взятых компаний в четвертом квартале 2017 года. В остальном же этот период оказался даже более успешным, чем предыдущие. В декабре свои ICO провели Seren Labs – 158 миллионов долларов, Bankex – 70 миллионов, Nebulas – 60 миллионов и Blockstack – 52 миллиона. В целом, в 2018 году для крипторынка можно дать девиз Proof of Work. Халява закончилась, друзья. В этом году симпатичного лендинга и многообещающей белой бумаги будет маловато. В первую очередь, этот год запомнится тем, что из него уйдут трутни и паразиты. Но при этом год будет колоссально прибыльным, так что держите ушки на макушке и смотрите канал CryptoDealers. Погнали дальше. Греческие университеты при выпуске дипломов задействуют блокчейн новой платформы Cardano. Выпускники университетов Греции смогут подтверждать свою квалификацию при помощи блокчейна. В этом им поможет GRNet – национальная исследовательская и образовательная сеть, занимающаяся разработкой проекта совместно с исследовательской компанией IOC, в основе которого лежит блокчейн Cardano. Об этом пишет Bitcoin Magazine. В проекте будет использоваться частная версия блокчейна Cardano, доступ к которой будет иметь ограниченный круг лиц. На текущей стадии свою готовность использовать блокчейн для выпуска дипломов выразили три университета. Университет Аристотеля в Салониках, Университет Демокрита во Фракии и Афинский университет экономики и бизнеса. Финансирование проекта обеспечивает Европейский Союз через программу Horizon 2020, в рамках которой блокчейн-стартапы уже получили около 5 миллионов евро. А Марк Цукерберг задумался об интеграции криптовалют в Facebook. На своей странице он написал, что криптовалюта и шифрование сделают соцсеть менее централизованной. Своей персональной целью на 2018 год Цукерберг называет решение проблем, из-за которых мир становится разрозненным и неспокойным. Если раньше люди видели в новых технологиях децентрализующую силу, которая передает контроль в их руки, то в последнее время такие технологии стали инструментом централизации, позволяющим правительствам следить за ними. По мнению Цукерберга, с этим трендом необходимо бороться, а решением возникшей проблемы он считает шифрование и криптовалюты, которые отбирают контроль у централизованных систем и передают его обратно людям. Мне интересно погрузиться в эту тему и изучить плюсы и минусы таких технологий, а также рассмотреть возможности их применения в нашем сервисе, пишет Цукерберг. Так, дальше давайте посмотрим, что хорошего можно посетить в новом году. Напомню про ивент CryptoFriends, который состоится 9 января в Москве. Это очень полезное мероприятие для тех, кто хочет всегда оставаться в теме. Ссылочку на него я оставлю в описании, но не забывайте, количество мест строго ограничено. 27 января в Москве пройдет WBC Summit. На этом ивенте лидеры рынка обсудят цифровое будущее, которое фигурально наступит уже завтра. Это реально крупный и значимый ивент. Простыми словами можно сказать, что это как парад планет, который случается только раз в десятилетие. Summit объединит более 400 профессионалов мирового уровня, участников рынка блокчейн-технологий, представителей криптоассоциаций, партнеров IDACB, органов власти, фондов, инвестиционных компаний и банков. Участие в Summit подтвердили первые лица более чем 30 международных организаций из Европы, Северной Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии. Отвечающих за блокчейн-регулирование, а также эксперты с мировым именем Лью Клаассен, Биткоин Фоундейшн, Кристоф Ван Беррек, Нем Фоундейшн, Питер Син, Асес, Джуван Ли, NextChange, Сахаил Мунир, Smart City Enablement Services, Smart Dubai Government, Евгений Гордеев, Децентр, Александр Иванов, Вейс Платформ, Сергей Поликанов, Сбербанк CIB, Элина Сидоренко, МГИМО, а также топ-менеджеры Центробанка России и ГПБ Диджитал. Ссылка на мероприятие находится в описании. И напоследок, друзья, я хотела вам сказать огромное спасибо за то, что вы с нами, потому что наш канал перешагнул отметку в 16к, и я этому несказанно рада. А еще знаете что? Когда вы смотрите нас каждый день, ставите лайк, нажимаете на колокольчик, где-то в мире отвисает одна транзакция. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь нашим видео, а у меня на сегодня все. С вами была Миша, пока!